Музыка Попалось интересное судебное решение по спорам в системе ОМС. Курская городская больница номер 2 взыскала Сангострах-М неустойку за просрочку оплаты оказанной медицинской помощи застрахованным лицам. Делюсь своим мнением. Предыстория. Больница в январе 2021 года выставила страховой компанией на 2,4 млн. рублей счета и реестры счетов на оплату оказанной в декабре 2020 года медицинской помощи застрахованным лицам. Поскольку страховая компания оплату не произвела, установленный договором срок, то больница в марте в претензионном порядке потребовала вернуть долг 2,4 млн. рублей, а также оплатить неустойку. Страховая компания ответила, что не может провести оплату из-за отсутствия поступления средств из ЦФОМС. Но все же какие-то резервы нашла в своих закромах и частично погасила долг. Больница обратила с иском о взыскании остатка долга и неустойки. В ходе рассмотрения спора остаток долга был погашен. Поэтому исковые требования больницы были сведены к взысканию неустойки. Ответчик просил в иске отказать, ссылаясь на то, что оплата медицинской помощи сшляется только в пределах распределенных объемов. Поступающие средства носят целевой характер. И в отсутствии финансирования из ЦФОМС возможности оплаты медицинской помощи отсутствуют. Полагаю, что страховая компания приводила доводы об отсутствии вины, как основания для взыскания неустойки. Что же решил суд? Между сторонами заключен договор, который является двусторонним. Обязанность ИСА оказать медицинские услуги для застрахованных лиц корреспондирует обязанность ответчика оплатить данные услуги. Страховая компания является субъектом, обязанным оплачивать медицинскую помощь, оказыванную застрахованным лицам в рамках территориальной программы ОМС. В силу норм Гражданского кодекса, исполнение обязательства обеспечивается неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором. 326 ФЗ предусматривает обязанность страховой компании оплатить пение медицинской организации за неоплату или несвоевременную оплату, оказанной застрахованному медицинской помощи. Аналогичное положение содержится и в заключенном договоре. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательства. Наличие договора между страховой компанией и Тирфондом, в соответствии с которым исполнение обязательств об оплате медицинской помощи осуществляется не за счет собственных средств, а предоставляемых ТФОМС по заявкам страховой компании, не может служить обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины ответчика. Направление соответствующих заявок, само по себе, нельзя расценивать к принятию страховой компании всех мер для надлежащего исполнения обязательства, с той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от нее по характеру обязательства и условиям оборота. Освобождение от ответственности лица, нарушившего обязательства, наступает вследствие непредалимой силы, то есть в чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. А отсутствие у страховой компании необходимых денежных средств таким обстоятельствам не относится. Поэтому суд отклонил довод ответчика об отсутствии оснований для взыскания неустойки. Ходатайство о снижении размера неустойки от страховой компании заявлено не было, в связи с чем суд не мог ее самостоятельно уменьшить. Действительно, что такое для Ингострахэм 40 тысяч рублей? Стоит ли за них биться? Да и представитель страховой компании в судебном заседании не участвовал. Решение вступило в законную силу, так как стороны его не обжаловали. Какие выводы? Отсутствие целевого финансирования страховой компании со стороны ТФОМС не освобождает ее от выполнения обязательств по оплате медицинской помощи в учреждению здравоохранения. Если не оплатят вовремя, можно взыскать неустойку. Судебный прецедент имеется. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...